Просто капсдец, ребята, вы не представляете, как я сейчас лоханулся. Я уже, в принципе, записал половину видео, и потом я чухнул, что у меня идёт перегруз по звуку, потому что когда в CSGO заходишь, автоматически микрофон выкручивается на максимум. А я в CSGO играл вчера, там, перед сном, и забыл перед записью видео, короче, выставить настройки обратно, потому что это говно, из-за этой говняной игры всё, короче, мне портит. И я вот, хорошо, хоть на середине видоса, на середине видоса понял, что, оказывается, ёлки-палки со звуком-то я прокололся, и некоторые вещи я вам уже не покажу. Ну, да ладно, вообще, в принципе, меня зовут Саша, я наркоман, всем привет, вы на наркоманском канале. Почему я так говорю? Потому что я снова не выдержал, я задонатил, ну, нормально так денег, ну, хотя не нормально. Ну, короче, я ещё раз задонатил, слишком много доначу, я обещал себе, что я месяц не буду донатить, но, ребята, я ничего не могу с собой поделать. Вот, блин, награды я забрал уже, видишь, вам не показать второй раз. Короче, сегодня, что мы будем делать на этом видео? Мы будем, мы будем сегодня открывать ништяки, смотреть ништяки, там, облизывать ништяки, но это всё в порядке вещей, зайдём в акции, посмотрим, что там вообще происходит. Докачаем некоторых героев, талантики до восьмого уровня, протестим и, конечно же, ещё раз побалаболим. Я уже балаболил, блин, в том видео, в которое мне не удалось, как меня бесит. Короче, пишите вообще, как вам такие видосы, там, где я доначу. Ну, обычно, да, там, бывало, да, донатил специально, чтобы хоть о чём-то можно было снять видео, но сейчас история не об этом, сейчас просто история о том, что я, что я дико, 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 короче, дико не выдержал. Ну, смотрите, да, что у нас продавалось на базаре, смотрим. Это 15 миллионов синих кристаллов. Я купил 4 возможных таких пака, плюс ещё здесь, ладно, коробки, шли вот эти вот камни, это эквивалент 12 тысячам кулачка, кулачков, вот, и вы знаете, у меня есть руны другого цвета, я многих героев прокачал на семёрку, но на восьмёрку прокачать мне не хватало кулачков. Теперь вот сегодня возьму кого-то, докачаю, плюс ещё будут видосы кое-каких героев вообще там интересно, замутим, сделаем обзорчик. Ну, хотя бы появилась возможность то, о чём снимать, короче, видео, темы какие-то. Блин, второй раз одно и то же говорить реально тупо, себя полным дебилом чувствую. Но выкладывать видос с запоротым звуком я тоже не хочу. Мне тут ещё параллельно долбит Женька, не знаю, слышите вы или не слышите. Всё говорит, типа, когда в папку мобильный пойдёшь, вот, видосы записывать, играть, а я вот не знаю, чё, пишите, надо идти в мобильный папку, там, кейсики всякие открывать, шмоточки выбивать, надо, не надо, вот, было бы весело, а может быть и нет. Далее, чё ещё хотелось бы рассказать? Ну, вот, помимо этой херни четыре раза купил. Сейчас фишка, да, новая в игре, ты тратишь все свои ресурсы на просвещение, и когда они заканчиваются, синие кристаллы или красные кристаллы, то тебе игра предлагает купить ещё раз, то есть появляется здесь жаба, и там можно вообще купить 30 миллионов синих кристаллов. Эта херя у меня тоже появилась, и её я тоже сверху купил. Короче, полная жесть, друзья. Вот, далее, чё ещё по новостям, по новостям вам рассказать? А, ну, сегодня просветы качать не буду, но в целом мне, надеюсь, хватит, у меня в общей сложности 90 миллионов синих кристаллов, я надеюсь, мне это хватит, короче, чтобы прокачать основных 15 героев для забытой битвы, и плюс мне, может, ещё и на допов хватит. Но сейчас мы этого уже делать не будем, это будем делать на стриме. Кстати, ну, хотя, рассказать вам не рассказать. А, и всё равно потом рассказывать. Все вы знаете, да, что иногда стримлю на Твиче, точнее, не иногда, а достаточно часто, бывает, беру перерывы, но в целом стараюсь каждый день. То есть я там и игру фармлю, я там и видосы записываю, или просто тупо сижу, короче, полумёртвый такой, и стрим очень скучный. И всё это дело заделывалось, короче, под то, что, ну, блин, просто заделывалось, да, чтобы не только на VGamer стримить, и такой, такой, типа, а сейчас начинает реально бесить. И бесить даже не в том плане, что вы туда не приходите, а просто меня вымораживает, что я на Твиче не могу поставить такие же настройки, короче, как и на YouTube. То есть там мне, чтобы начать стримить, нужно дофига телодвижений уменьшать настройки стрима, то есть там максимум 6000 битрейт, я хочу при 20-30 стримить это раз. И, во-вторых, плюс тут же ещё на YouTube это спонсорство есть, эти платные подписки, вот, и люди оформляют платную подписку у меня на канале, а я им за это, грубо говоря, ничего не могу предоставить. То есть, и как бы вот так вот, я сейчас подумал, пишите в комментариях, может быть, короче, остановить стримы на Твиче и перенести их на YouTube, но это именно те стримы, там, где я игру фармлю, там, где я видосы записываю, может, ещё что-то там буду делать, не знаю, вот, но они, по сути, каждый день проходят. И, может, мне их перенести на YouTube, но сделать только для тех, кто купил спонсорство. Потому что на Твиче всё равно там особо никто не приходит, а таким образом я хоть смогу отблагодарить. Это всё дело стоит 200 или 250 рублей, короче, в месяц. Ну, там даётся ещё на этих, на стримах, ты подсвечен как-то так, чтобы я замечал твои сообщения лучше. Плюс смайлики свои, короче. Но то, что там на стримах привилегии даются, это так себе. А так, в принципе, если можно будет смотреть всё это дело, как бы стримы будут отдельные для, там, платных подписчиков, которые я и так каждый день провожу, вот, но будет всё на YouTube и будет всё удобнее, по крайней мере, для меня, то это будет хорошо. Единственное, что если кто-то там уже оформил платную подписку, чтобы увидеть эти стримы, ребята, нужно заходить во вкладку «Сообщество». В вкладке «Сообщество» я могу делать отдельно посты для тех, кто поддерживает канал. И там уже во вкладке «Сообщество» будут появляться вот эти вот отдельные стримы. Короче, вот такая вот у меня идея. Вы, конечно, меня за это засрёте, скорее всего, но я думаю, что, наверное, буду поступать именно так. И ещё плюс для этих подписчиков, я там что-то сейчас Discord настраиваю, то есть там можно сделать чат со мной, как голосовой, так и текстовой в Дискорде. Вот там сервер будет моего канала. И, может быть, ещё отдельно Телеграм-беседу сделаю для тех, кто оформил платную подписку. Но я пока об этом только думаю. Вы пишите, что вы об этом думаете, ребят. Но, наверное, всё-таки с отдельными стримами будет именно так. Они будут скучные. Вот для адептов канала, вот там, кто хочет увидеть, как я записываю видео, я ковыряюсь носу, пиржу и так далее. Ну, ладно. Блин, вообще, это должно было быть в отдельном видео. Но я это ещё раз расскажу, когда уже приму решение, то, что я буду поступать именно так. Ну и по поводу Телеграм-беседы. Ещё неизвестно, как это будет работать, как мне это делать. Вот, ладно. Есть у меня отдельная группа, там, где я новости по поводу своего канала публикую. А есть, а будет, наверное, Телеграм-беседа, там, где каждый может со мной связаться и задать какие-то вопросы по игре или ещё какие-либо вопросы, или без очереди дать аккаунт на роллинг или на обзоры. Ну, вот что-то такое. Ну, потому что люди реально оформляют платную подписку, а я им, как бы, за это ничего не даю. Вот. Ни спасибо, ни говорю. Ну, то есть, спасибо только. Всё на спасибо. А так хотя бы там могут со мной связаться, если что. Ладно. Я наговорил уже на столько времени. Офигеть. Офигенно я видео записываю. Вот просто молодец. Ладно, пошли хоть ништяки откроем. Я хотел это видео уложить 10 минут. Вот. Сет прайм уровня пятого. Это классно. И мне нужна пятая ремка. Исцеление. Ну, вот нахера ты мне... Вот нахера... Вот нахера ты мне сдался. Нахера ты мне сдался. Ну, я уже предвкушаю в комментариях. Князь зажрался. Всех разводит на деньги. Ещё раз говорю. Я просто высказываю свои мысли вслух. Никто никого не заставляет. Типа... Как бы... Я бы вам и не советовал бы. Но как бы так вот. Типа... А эта функция есть на ютубе. Я её буду использовать. Вот. Всё. Типа... Что-то там... В плане... Кто хочет, тот хочет. Кто не хочет. Тот не хочет. Я не настаиваю, ребята. Так. Слушай, а кулаки даже и не выпали. Вы прикиньте. Вы прикиньте, какая беда. Слушай, ну, давай, да, взглянем на ресурсы моего склада. Блин, я ещё сейчас долго... У меня сейчас через 9 минут начнётся стрим по PUBG. Вот. Который вы могли смотреть вчера, да. Я сейчас из прошлого, да, пришёл к вам в будущее. Так. А мне ещё надо дискорд настроить с Юркой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какой же я неудачник, тормоз, наркоман. Извиняюсь вообще за это видео. Оно вообще пошло не по плану. Вот всё было идеально. Прям слово к слову, да. И видео не получилось. То есть я увидел, что перегруз по звуку. А сейчас у меня прям когнитивный диссонанс. Я всё, я ни хера не соображаю. Я как дурачный крючок бью себя головой об чужую голову. Так. Ну смотри. Вот это вот просто, это просто, это муа. Вот этим мы займёмся на каких-то стримах. Далее. Таланты, таланты, таланты. Таланты, таланты, таланты. Вот 40 камушков, это тоже очень важно. Ну окей, пошли в акции, короче. Пошли в акции. Я ещё хотел прокачать кого-то сегодня. Ну блин, я не знаю, если 15 минут уложусь, тоже будет замечательно. А с твичом, да, что-то меня, блин, вымораживает. Я как, у меня эти все настройки, я их путаю, блин, с этим ОБСом. Почему на твиче нельзя сделать так, как на ютубе? Хотя да, там можно сделать, типа оформить. Опять же, эту хрень на ютубе, чтобы, типа, вы на твиче могли покупать платные подписки, да? Вот, но тогда там есть, типа, условия, я тогда не смогу стримить на ютубе. Ну, типа, камон. И только в том случае я могу какие-то нормы выставить, настройки. Ну, что тут? Я что-то вот в этой штуке. Мишаро, это что? Монетки, события. А, понятно. У меня таких 8, да? Так, у меня еще есть 3. Раз, два. Слушай, какая красивая анимация, а? Как разработчики замутили. Ну, давай, открываем. Оттуда. А, блин. Получить из-за все штампы. Это что такое? Почему вот этого не падает? А, это... А где вот эти вот... А, получить из-за все штампы. Понятно. Нифига, слушай, мне упали камушки. Не, акция, конечно, прикольная. Ну, что-то... Акция, конечно, прикольная. Это 10 тысяч кулаков. Это... Сет, рун, порочный пакт, уровня 1. Серьезно? Вы, а там от жадности не сошли с ума? Лол. Просто. Ну, давай, забираем. Ну, как бы, вот это вот норма. Так. Окей. Дальше, дальше, дальше. Что там еще? Блин, ну, а мы сегодня, да, мы успеем сегодня только по сути акции, ребята. Потому что уже 13 минут видео длится. Жесть. Ну, хотя, ладно, пофиг. Еще что-нибудь кого-то качнем. Супер бинго это я сделал. Листопад призов. Сколько у меня здесь попыток будет? У вас 10 шансов. 100 самоцветов. 100 самоцветов. Карта смены чар. Я не знаю, короче, что отсюда может выпасть максимальное, да. Какой герой. Может, там оттуда огнекрылый может или рогатка выпасть. Я даже смотреть не буду, потому что эти акции стали абсолютно невыгодными. Потому что ты что-то ценное можешь выбить столько за офигеть, какое количество попыток. А это 40-60 тысяч рублей. То есть, ну, выгоднее все там с какого-нибудь базара скупать. Ну, так ты там пооткрывал херобору, получал и все. Счастливое число. Ну, здесь мне, как обычно, не повезет. А дальше, в принципе, никаких акций и нету. Сколько... А, у меня даже шансов ноль. Ого. Понятно. Значит, в какой-то день там акция проходила. Ладно. Вообще, кого я хотел долбануть? Вот кого я хотел долбануть. Смотри, у меня... А, здесь вот так вот. У меня есть такой герой, как... Как Вальтор. А, сейчас уже БВ не катит на Вальторе. Ремка, наверное, тоже не катит основным талантом. Ну, я это уже объяснял, что он свою актуальность в плане там демага и так далее потерял. Вальтор сейчас везде используется только для того, чтобы ослепить героев. И чем дольше он будет жить, тем лучше. Потому что Вальтор его вот ваншотнуть, как два пальца об асфальт. И получается, что выгодно на него какую-то каменную кожу поставить. Вот. Также я его в древних испытаниях использую. Потому мы сейчас возьмем и гордо ему сделаем восьмерку. Единственное, что пятой ремки на него не хватает. Рунами, да. Но он, если не ошибаюсь, стоит у меня, допустим, в той же забытой битве. В забытой битве. Создать команду. Он у меня стоит с Афиной, которая должна ему... Так скажем, поднимать, короче, давать энергию. Он должен сразу срабатывать. Но это тоже происходит, к сожалению, не всегда. Потому, конечно, идеальной ему была бы пятая ремка. Блин, я через три минуты должен стрим начинать. Ага. Задницу. Дальше. А, ну, вот. А, здесь уже восьмерка. Ну, что, я всем сделал? А, ведьме, наверное, не сделал, да? Давай я ей тоже улучшим. Но это все дело для Архидемона, друзья. Слушай, ну и давай поставим, короче... Поставим... Поставим Некроса. Фу ты, не Некроса, а Вальтора. И... Глянем. Глянем, как он будет получать, скажем так, по башке. Вот какого-нибудь стопа. На Медевина не буду нападать, потому что я боюсь, там, его как подписчики налетят, как начнут мне ставить дизлайки. Как начнут меня просить умереть. Ну его нафиг, вы чё? Ну, типа, не хочу даже в это говно вляпываться. Так, идем дальше. Вот на Серегу какого-нибудь нападем. А, Серега уже ведет бой. Агрессор. Давайте на Агрессора нападем. Ну, как бы, Вальтор с каменной кожей, скажем так, он все равно отхватит... Я думал, что это будет быстро, но я не думал, что это настолько будет быстро. Может быть, я на него отдельный обзор сниму. Там мы уже с ним поковыряемся. Just for fun, да? А сейчас давай мы тогда все это дело в забытой битве протестим. У меня, наконец-то, герои вроде как собраны. И я могу нормально сходить в забытую битву и не получать от каждого люлей. Ну и заодно посмотрим на Вальтора с каменной кожей. Он будет как-то долго держаться? Не будет. Вот тут как раз огнекрыл против. Нет, смотри. Что каменная кожа восьмая, что не каменная кожа восьмая. То есть он взял и отхватил по башке. Хоть священный огонь ему ставь. Ну, тут понятно, там огнекрыл стоит и все такое, но что-то, блин, все очень быстро окочурились. Так, тут у нас пачка поинтереснее. Да, мне нужны, скажем так, мне нужны руны пятой ремки. Мне их не хватает. Если у меня будет больше, я могу там уже, к примеру, Аресу докачать каменную кожу, которая стоит у него вторым талантом. Поставить рунами пятую ремку и использовать его. Арес будет, да, там в той же забытой битве дольше жить. Ну, это как бы такое, ну это уже, знаешь, совсем с ума сходить. Огнекрыл мы добиваем. Ну, давай, вторая пачка. Как у нас там? Вот он, видишь, даже его Афина особо не успевает зарядить. Вот он включился, там не включился. Вроде у него энергия подскочила, но что-то такое себе. Вот ему бы пятую ремку. Пятую ремку, и тогда было бы норм. Штафина там, знаешь, даже если баф дает, то еще неизвестно кому. Такая легкомысленная девочка, скажем так. Санек, давай на Санька нападаем. Ну, давай ты уже добивай. Да, слушай, видос у нас 20 минут. Твою ж дивизию, блин. Записал быстро видос перед стримом. А вы потом, а, князь опаздывает на стримы. Ну, вот видите, как получается все через задницу. Ну, когда более-менее такая слабенькая пачка, да, попадается. Ну, видишь, он как-то продержался. Ну, посмотрим, не знаю, не знаю. Буду вот тестить, смотреть. Потом сниму, может быть, обзор, и расскажу вам, какие мои ощущения. Хотя вот каменная кожа, священные огни на Вольторе, это уже давно, скажем так, не новость. Некоторые ребята используют, тестят, и... Ну, просто делается для того, чтобы Вольтор как можно дольше делал слепыми героев. Вот там неизвестно. Вот, понимаешь, даже в этой куче, непонятно. Он вообще успел сработать, не успел сработать, но вроде один раз включился. Мы огнекрылок почти задолбали. А, ну здесь должна быть изи-пачка. Если независим на Ронине. У нас Бигфуд, он должен ушатать Ронина. Все, смотри, там Ронин. Блин, если я сейчас и за Ронина проиграю, то это будет прямо вообще... Да, он стоит, смотри, у него ХП не уменьшается. А, вот, нормально, ваншотнули его. Повелитель Бури психанул, зарядился. Так, давай. А многие из-за Ронинов проигрывают. Ну, реально, можно собрать Ронина там под битву гильдии. То есть, ну вот, если я своего Ронина поставлю, у него там пятая жива будет. Я ему соберу пачку в забытой битве под фракцию, чтобы он там хилился. И все, многие игроки будут просто сливать забытую битву из-за меня, потому что я такой мудак взял, туда поставил Ронина. Будете меня вспоминать, а у меня будут уши гореть, и я буду икать, короче, из-за этого. Ну и раз у нас такая пьянка, давай... Кто вот это бонус тем, кто досмотрел до конца видео, пишите в комментариях. Давай, до первой легенды. Сердцеедка. Ну давай до второй. Суккуб. Ну давай до третьей. Паладин. Ну давай до четвертой. Дракос. Ну давай до пятой. Дай пятую легенду, сука. Одержимый. Ай, ну давай до шестой. Ну. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Ставим лайки, господа. За самое тупорылое, балабольское, нахер никому не нужное видео, и за то, что еще князь зажрался, просит оформить сплатную подписку. Вот. И как бы так вот. Всем пока.